Сегодня в Абхазии, в Российской Федерации, нет проблем денег. Есть проблемы, которые действительно используют. Есть вопросы на лицо, но нет проблем инвестиций. Во всяком случае, в такой стиле. Что касается демократической проблемы, в Абхазии такой проблемы тоже не существует. Причем так же, как и в вестиющих поселениях. Скорее, есть взаимные претензии по поводу тех или иных территориальности и этических надежностей тех или иных земель к тому или иному политическому сообществу. Что касается хорошего знания религиозных экономов. Вопрос, есть ли какое-то количество людей, которые готовы переселяться в российскую бюджетность. И кто эти хорошие такие экономы? Это те, кто живут в Турции, чем не ровно. Ну, там по цифрам тоже еще можно обсуждать, потому что это тоже не экспертная оценка. Также как экспертная оценка была количество советов и червейских народов, значит, поживающих в Российской Федерации. Что касается соотечников. Ну, мы уже понимаем, что соотечники не означают, соотечники сами себя самовыделяют. Это форма идентичности, одна из форм идентичности, религиозная, патриотическая, как ни странно. Соотечникам можно только, так сказать, самому себя ощущать. Законодательство дает возможность российское законодательство, считаясь представителями тех или иных народов, некогда проживающих на территории России, и их соотечественных. Другой вопрос. Захотят декларировать всем миллионам граждан, пункции себя российскими соотечественными. Что касается языка, я думаю, что будет беспрецедентно для опыта крупных, неважно европейских, европейских, любой опыт, эвакуационный опыт, взять любой, любого крупного государства, будет беспрецедентно, если право эвакуационных подходов страна, принимающая, кажется, от знания государственного языка. Это смеет, во-первых, возможность, собственно, будет только адаптация, адаптация и так далее. Практически сложно, в общем, представить, если такое, вот посмотрите, где другие страны есть. Еще один аспект по поводу языка, и, кстати, это очень хорошая тема. А где еще в каких странах соответствующие родные языки сохранились, а не были подъемы пересенимационного воздействия. Если в Российской Федерации практически все языки селокавказских товаров сохранились и развиваются, мы без них прошли путь, сходить только 120-150 лет, а то и меньше, от бесписьменного состояния, до письменного, в общем, такого письменного, правда, которого функционируют элементы высокой художественной культуры, река, там, музыкальные произведения, там, и прочее, да, и это действительно высоко культуры, то хотелось бы узнать, а есть с других странах, уже упомянутых, есть инвеструкции, области хранения языков соответствующих народов. Это тоже вопрос равного комфортивистского отхода при анализе существующей реальности. Что касается изменения госпрограммы, госпрограмма – это такой механизм, который имеет социально-экономическое, не только такое общественное политическое, но и социально-экономическое измерение. И, соответственно, государственная программа заточена под определенные механизмы переселения, в определенные регионы, регионы, которые испытывают, первое, проблем с демократией, не с точки зрения позитивных тенденций к демократию, а с точки зрения постынного мира, где нужно заместить сгубу говорящего населения. Второй отсек – это отсутствие безработицы, то есть переселение туда, где есть вакантные рабочие места. Переселять сейчас, и поэтому по госпрограмме, большинство всего-кавказских регионов, и, там, ребенок ФИФУ, они получили разрушки, а туда будут перегляться на этот программ поселения просто потому, что туда просто нецелесообразно. Туда сейчас переселяют людей на культ, возможно, либо создавать новые рабочие места, либо находить рабочие места в других регионах России, а переселять дополнительно значительное число людей просто с точки зрения даже экономики не вполнецелесообразно. Хотя существует там моральная, так сказать, березня, согласно. Молит, собственно говоря, вам будут задания в обиды группы насхетинцев, когда с российской стороны будут созданы все возможности, то, честно, аренционного характера, для тех, кто желает веселиться в Грузии, пожалуйста, можем. Единственное, что брусинский закон был такой, такой торговский закон, который требовал составления документов либо на брусинском, либо на английском, причем оригиналы документов, подтверждающие, что там все поселения проживают, проживали свои родственники. Оказалось, что именно многие документы хранятся в активной грузии, хотя брусинский закон требовал этот торговый пресхитинский. Повлетает практически никто, да и не ехал. Почему? Потому что в России оказалось комфортно. Люди выбирают между, значит, одни места проживания, другим выходят в России, но это их путь. В этом смысле Россия является родиной других народов и не собирается быть мальчиками для того. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, я забыл, что это видео.